Всем привет, ребят! С вами Андрей. Итак, сколько же нужно товаров, чтобы заработать на Амазон? Какое идеальное количество? 10, 20, 100, либо 500 товаров нужно иметь в своем инвентаре, чтобы начать зарабатывать через Амазон ФБ. Отвечу на этот вопрос прямо сейчас в этом видео. Перед тем, как я начну данное видео, пожалуйста, поставьте палец вверх. Очень важно. Не забывайте подписаться на мой канал. И, конечно же, любые вопросы в комментариях ниже всегда пишите. Всегда вам отвечу лично я сам, окей? На самом деле, как я уже, как я часто говорю, вопрос очень актуальный. Мне многие спрашивают, сколько мне нужно иметь товаров. Часто спрашивают, сколько нужно закупать товаров, особенно в первую партию, в первый закуп. И что, собственно, какое количество инвентаря нужно иметь, чтобы начать зарабатывать какие-то хорошие, там, от 500 долларов, там, условно, в месяц чистой прибыли на Амазон. На самом деле, ребят, перед тем, как я поясню вам данную ситуацию, вы должны понимать, что я обучаю и говорю о модели онлайн-арбитраж и опт. Мы не фокусируем наш бизнес на одной какой-то, на одном каком-то продукте. Мы не строим бренд, мы не делаем private label. Соответственно, мы не делаем, там, закуп одного товара в количестве, там, 500 единиц, там, и так далее, там, 200 юнитов, 300 юнитов. Мы не везем товар из Китая. Мы занимаемся чисто арбитражом, чисто оптом. То есть, мы продаем на готовых листингах на Амазоне. Вот. Что касается количества, которое вам нужно иметь для того, чтобы зарабатывать деньги, то, опять же, тут все варьируется. Если у вас листинги хорошие, то можно зарабатывать из 10, там, из 15, из 20 листингов. Опять же, есть ситуация, когда у вас есть 2-3 очень хороших товара, которые не имеют вообще никакой конкуренции. То есть, там, условно, один, может быть, конкурент, и вы покупаете по его очень хорошей цене, там, либо у ритейлера, если делается арбитраж, либо опт, если закупаете у оптовика. Вы закупаетесь, соответственно, постоянно имеете свою, вот, определенную маржу, определенную прибыль. Определенную прибыль, да? Вот. Если у вас, там, условно, 100 товаров в активном инвентаре, у вас может быть такое, что у вас даже не продаются товары вообще. То есть, условно, там, может быть, 2-3 товара продаются, остальные все дохлые, потому что у вас неправильная ценовая политика. Вы либо закупились товаром неправильно, вы либо сделали неправильный анализ перед тем, как закупить товар. То есть, опять же, много причин есть на то, почему ваши продажи могут быть, могут не соответствовать вашему количеству. Не нужно сравнивать себя с кем-то другим, потому что всегда есть разного качества инвентаря. То есть, разного качества сейлер. Все зависит от того, как, что вы делаете, какой товар закупаете, какие у вас, соответственно, контакты и откуда вы берете товар. Зарабатывать можно и с 5 листингами, зарабатывать можно и с 20 листингами. Не зарабатывать можно и со 100 листингами, чтобы вы понимали, если товар плохой, либо какая-то ситуация на рынке изменилась и так далее. Ну, опять же, я рекомендую, особенно сейчас, в 2022 году, когда, опять же, ну, ситуация на рынке, в принципе, не меняется. Но я, исходя из своего опыта, рекомендую людям закупаться все-таки товаром, так сказать, вширь, а не в глубину. Что я имею в виду, соответственно, лучше покупать 10 товаров по 10 единиц, чем, там, 5 товаров по 20 единиц, либо один товар по 100 единиц. Так это вообще мы так не делаем, в принципе, да? Если занимаетесь питражом и опытом, особенно, если первая партия, да, может быть, вторая, третья партия, если вы товар, это уже, так называемый, replanishable, товар, который у вас уже продается, тогда мы можем закупить его в большом количестве, когда он уже проверенный. Поэтому, если вы стартуете на маленьком бюджете, я уверен, что многие из вас смотрят меня сейчас, и у вас, там, 500 долларов, там, 1000 долларов, может быть, из бюджета, и вы хотите стартовать на Амазон, вы можете это сделать, я уже делал видео на эту тему, можно стартануть с 500 долларов, там, и так далее, сколько нужно денег, было недавно видео у меня на канале, можете посмотреть в подсказке. Вот, и если вы начинаете с маленького бюджета, то абсолютно всегда нужно идти вширь, нужно покупать 10-20 разных товаров, но лучше по меньшим количеством, чтобы их оттестить, посмотреть, как они продадутся и так далее. То есть, снизить максимальные риски. Но, что касается, какое количество товаров вам нужно, чтобы начать зарабатывать, вы можете зарабатывать из 2, из 5, из 10 товаров, я уже и говорил. 100 товаров тоже, если вы неправильно сделаете свой ресерч, если вы неправильно сделаете поиск, если вы неправильно определите, посмотрите кипу, неправильно определите среднюю цену по байбоксу, по байбоксу неправильно определите сезонный товар, либо нет, неправильно определите, сколько у конкурентов в наличии стока. Есть ли доминация байбокса на листинге самим Амазоном или присутствует ли Амазон вообще на листинге, либо нет. То есть, если вы какие-то такие вещи упустите, то, возможно, ваш листинг стрянет вообще. Поэтому вы должны это понимать. В общем, как-то так, ребят. Точного ответа нету, потому что его просто не существует. Можно зарабатывать с любым количеством, можно и не зарабатывать тоже с любым количеством. Как-то так. Все, ребят. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, палец вверх прямо сейчас, как всегда. Любые комментарии внизу пишите, пожалуйста, вопросы. Отвечаю лично сам, проверяю ваши сообщения, проверяю ваши комменты и так далее. Все мои ссылочки также будут внизу в описании под этим видео и в закрепленном комментарии в Телеграм-канал, где вы можете найти бесплатный Амазон FBA Guide. Также мои обучения, все ссылочки будут внизу. Коучинг программы на русском языке, если она открыта. Школа Амазона на английском, если она открыта также. В общем, как-то так, ребят. Все. Всем спасибо и уже до следующего видео. Пока.